всем привет так сейчас опять буду смотреть камера переворачивается на по ура так ну вот интригующее название чашечку подставить для того чтобы стоял планшет лучше держать его в руках интригующее название что самообман это путь к разочарованию действительно это так поговорить я хочу о двух направлениях по этой теме первое это когда человек стремится к чему-либо то есть выстраивает некий путь для того чтобы достичь каких-то достижений например ну накачаться например стать большим сильным красивыми меньше из кубиков пресса и так далее вот а второй момент когда у него что-то не получается как он справляется с этим для того чтобы убедить себя в том что жизнь хороша когда пьешь не спеша да вот ну смотрите ой раз что-то не то сделал опять вот вот так вот да так вот первое смотрите очень часто люди идут в спортивные залы для того чтобы следовать какому-то тренду сейчас тренд вообще неплохой то есть тренд на здоровый образ жизни люди стремятся стать красивыми сильными много мы видим различных фитоняшек куча в социальных сетях сообществ где множество красивых женских тел красивых мужских тел и это в общем-то не может не мотивировать и с одной стороны это вообще великолепно это великолепно со всех сторон красивое молодое или когда не молодое а зрелое тело тоже красиво это еще круче и заслуживает уважения и на самом деле вообще великолепно потому что начарование молодости само по себе красиво не там усилий много прилагать не надо это все девический жирок и или наоборот девичья красота или юношеская это все понятно вот когда человек уже с назрелой достигает хороших результатов вот это действительно круто вот ну так вот и все устремляются в спортивные залы покупают абонементы идут туда и видят там красивых хороших инструкторов также они видят инструкторов которые вещают на различных видеоканалах на ю тубе где-то еще и значит обучают как они добились высоких результатов и от такого уровня и люди хотят сам следовать их советам то есть стремятся к тому чтобы стать такими же ну а как таким же стать надо последовать советом и что пускают из виду то что человек который является тренером спортивного зала в клубе это профессионал часто это действительно высококлассный профессионал ну понимаете он в спортивном зале живет он там тренируется он выстраивает свою программу для него его красивое тело это способ монетизации самого себя то есть для него это инструмент инструментом и продаж инструмент маркетинга и собственного продвижения а подумайте вы когда идете в спортивный зал для вас он не подключается да что ж ты ну вот те раз не подключается как же чат делается не знаю на попробовать еще раз так ну значит скорее всего получится наверно запись вот и тогда можно будет подключиться ну так вот и человек собственно говоря на хочет стать сам не таким же говорит я хочу быть точно таким же и и получается на самом деле что что инструктор его начинает тренировать точно так же как для того чтобы стать таким же ну а как же по-другому то он знает именно этот путь и человек целенаправленно замечательно правильно цели устремленно начинает следовать тем над установкам который дает инструктор и далеко не всегда инструктор понимает что человек тот который пришел к нему заниматься совсем не такой как он не по моральным установкам не по ментальным для этого человека его тело его изменения не имеют такого стратегического самозначения они являются приятным и дополнительным бонусом для того чтобы стать лучше красивее вот это как-то в жизни помогало безусловно улучшал ее комфорт и качество но не является инструментом зарабатывание денег и человек реально не готов вложить столько усилий средств и здоровья даже зачастую для того чтобы стать ну покрасивее вот и понимаете и получается то что есть определенное желание которое может выливаться в четкую мечту и даже в цель но только способы достижения этой цели должны быть иными не такими как у профессионалов у профессионалов своя установка них своя каста свой клан абсолютно абсолютно своя группировка в которой они и черпают информацию есть способы общепринятые для них с помощью которых они работают и достигают собственных целей у людей же остальных установка иная для них тело это средство они цель вот но опять же средство улучшения жизненного комфорта чтобы это был дополнительный инструмент может быть да но только дополнительные они основной поэтому они не готовы жертвовать здоровьем и огромным количеством времени и вот понимаете получается что есть цель а способ достижения должен быть иной и поэтому прежде чем приступить к занятиям в спортивном зале нужно со своим инструктором очень четко договориться чтобы вы друг друга понимали на что вы готовы пойти если он вас поймет и скорректирует свою программу для того чтобы вы добились той цели которой хотите например получить те же самые шесть кубиков но не с помощью той программы которую он для себя использует а готов пойти на встречу вам разработать для вас специальную программу для вот вашу это не каждый может для этого нужны специальные знания специальные знания вот то может быть но понимаете для того чтобы оценить компетентности вашего тренера надо и соответственно обладать некоторыми знаниями поэтому надо повышать им собственную информированность в данном вопросе и не отдавать все на откуп профессионалу сказать я к тебе пришел сам заниматься в спортзал а ты как хочешь меня дальше веди до конца и все будет нормально получаться там с тобой я буду слушать тебя ты главное меня там измени но он вас будет менять так что вы потом отчаясь это чревато массой срывов и и даже проблемами со здоровьем то что у вас будет нехватка времени и нехватка сил для всех остальных дел это уж абсолютно точно а вот понимаете если установка будет правильная и правильно будет подобрана программа то точно таких же результатов можно добиваться и меньшими силами и средствами понимаете всегда есть взаимозаменяемые вещи есть например большое количество усилий приложенных одновременно может быть заменено большим количеством времени которые вы потратите с работой с меньшими усилиями и плюс еще предлагая больше рычаг например в диете а не в тренировках вот таком ключе то есть понимаете можно изменить не так как сам тренер вот он в зале работает мало бегает больше тренируется там может кроссфитом занимается вы будете больше бегать и по-иному немножко питаться потом вы просто поймете что вам не нужно 80 килограмм чистой мышечной массы у вас устроит и 70 да при росте предположим 175 сантиметров и у вас будет прекрасно сформированное тело у вас будет виден и пресс и квадрицепс и бицепс все будет очень рельефный четко вам же не надо быть как дориан ядс например там или карнольд шварценеггер да то есть вам хочется выглядеть эффектно даже для самого себя чтобы с утра в зеркало посмотреть и было приятно так вот этого можно добиться можно добиться не идя на поводу тех самих программ которые будут общеприняты этому не нужно обманывать себя ни в коем случае ну не нужно то есть не то что не нужно не давайте обманывать себя и ах обмануть меня не сложно я сам обманываться рад не надо вы сами готовы попасть под влияние не отдавая себе отчет чем это кончится а кончится это прежде всего тем как правило кончается иначе бы все были просто ну красавчики немыслимые что у вас будет отчаяние откат вы снова там располняете или наоборот похудете смотря что вы делали что вам не нравится то есть вы вернетесь к тому с чего начали и начнете винить всех и вся и потом будете обманывать себя уже другой вещью вы обратитесь к той сентенции которую часто психологи значит это выдают говорят что если вы не можете изменить ситуацию то измените отношение свое к этой ситуации поменяйте и все будет нормально на самом деле это вообще жестокий самообман да вы можете на время себя обмануть но понимаете это самообман то есть если вы убеждаете себя на время что черное это белое белое это черное сути дела это не меняет проблему это не снимает возможно вы успокаиваетесь на какое-то время но весь окружающий мир если вы идете против системы и ценностей этого мира значит убеждая себя что вы и жирный красивый там да имея там избыточной массы 40 килограмм лишь бы счастливым на самом деле нет вы себя лишаете многого и внимание со стороны противоположного пола как бы вы не убеждали себя что не это главное для мужчины главный интеллект там харизм да безусловно при всех прочих равных условиях извините нет сейчас я отключу звонок алло да дочка дочь давай попозже я записываю сейчас давай попозже вот при всех прочих не это будет самообман конкретно и в итоге вы все равно к тому вернетесь что вы не сможете обманывать себя долго а если сможете то это будут уже не осознанные глупости ваши а реальные глубокие заблуждения граничащие с каким-то психическим расстройством уже с идеей какой-то навязчивой когда вы будете убеждать себя в том чего на самом деле нет то есть вы не просто успокоите себя а действительно поверите в то что мир иной а это уже неадекватные мировосприятия поэтому на самом деле изменять ситуацию нужно не только надо менять отношения к ней отношения можно поменять тогда когда вы не можете повлиять на ситуацию ну не можете вот нет у вас ноги ну и у вас да там у человека ноги нет он ее потерял но он не может изменить ситуацию что у него появится нога может конечно протез приобрести там что-то еще но ноги у него не будет все изменить он ситуацию это не в состоянии он может поменять отношения к ней научиться с этим жить и все такое проще но когда человек реально способен и знает что другие люди эту ситуацию меняли они ее перебороли например сумели похудеть и все а он нет как бы он не пытался поменять отношения к ней он не поменяет может убедить себя там что и толстым хорошо быть там и вообще там это замечательно и он счастливый проводит время хорошо с пивком а они то вон себя лишают там всего нет они тоже не лишают себя кто этого добился они просто на другой уровень вышли они могут себе позволить иногда если им это нужно но им чаще то уже бывает и не нужно они получают удовольствие от того что ведут правильный образ жизни вот получает ли удовольствие человек который запустил себя и уже заболел даже гипертонией там из-за нажирения или что-то еще от своей жизни это очень сомнительно от еды возможно получает от общего жизненного комфорта уже нет а ситуацию он бы мог поменять и может ее поменять поэтому здесь самообман излишен и тут убеждать себя в том что белый черный черный белый невозможно вот поэтому в таких случаях мы просто производим нота оценку реальную эта ситуация вообще изменима можно ее поменять если вы затрудняетесь ответить то посмотрите другие это смогли сделать если да значит вот вам ответ уже есть это возможно и тогда не обманывайте себя делайте все чтобы эту ситуацию изменить и делайте вернее не все а так это делаете чтобы опять не обманываться себя и не идти по пути тех людей потому что вы увидели что такие люди есть теперь оцените по какому они пошли пути если это профессионалы которые только этим и занимаются оцените вы способны пройти по тому же пути вам нужен такой путь вам нужен другой и опять посмотрите есть ли те люди которые достигли это другим путем если есть очень хорошо берите пример с них учитесь у них а как может оказаться это вовсе не те люди которые занимают на чемпионатах там олимпиях и там арнольд и классиках на классиках и всякие там призы нет это другие люди они могут быть и там фотомоделями не знаю а может просто людьми которые в соседнем спортивном зале занимаются но имеют очень хорошую форму которые не принимали стероиды натуральная и они добились той формы которая в принципе у вас устроила бы они знают как это сделать вот если они этого добились значит это возможно но даже в том случае если вы таких людей не находите не отказываетесь от идеи понимаете всегда существуют альтернативные решения всегда можно найти вопрос только в средствах кто-то может пойти на любые средства начать фармподдержку использовать а кто-то не пойдет по такому пути рассуждений и понимания процессов не так много нужно знать чтобы понимать усложнять не нужно нужно понять базовые процессы и базовые принципы и начать работать в системе вся проблема в том что даже профессионалы ну не все конечно специально экстраклассы с железной волей но профессионалы не все и имеют вот такую железную волю они пытаются эту волю часто подменить какими-то препаратами или чем-то еще а на самом деле все достижимо режимом правильным графиком занятий вот и тогда добиться можно хороших результатов вот так что не меняйте отношение к проблеме если она разрешима решайте ее но решайте ее тем путем которым ее возможно решить в вашей ситуации не используйте те методики которые используют профи экстракласса у них это цель которая оправдывает любые средства для вас это не выглядит таким образом я уверен поэтому используйте те сам средства для достижения цели которые приемлемы и все получится реально ну всем пока обязательно подписывайтесь на мои каналы подписывайтесь на перископ знакомым давайте ссылочку будем общаться с вами почаще и буду очень рад подписывайтесь